Здравствуйте, друзья! Сегодня с вами рисуем самого маленького миньончика, малышку Боба. Это двухглазый миньончик. Я уже учила, как рисовать миньоны. У них туловище похоже на яичко из-под киндер-сюрприза. Внизу вот такие небольшие штанишки с ботиночками. Надо помнить, что штанишки меньше половины туловища занимают, а большую половину занимает личико миньонов. Нарисуем лямочки на штанишках. И кармашки. Малышка Боб не расстается со своим мишкой, поэтому я вот здесь оставила место для мишки. Миньончики трехпалые. У них трехпалые, это значит, что у них три пальчика. Здесь пошире сделаю. Вот он держит мишку в своих ручках. У мишки вместо глаз пуговички. Носик. И наш миньончик двухглазый. Все миньоны носят очки. Но малышка Боб очень интересный. Он очень добрый, отличается тем, что у него глазки родного цвета. Один карий, а другой зеленый. Вот мы нарисуем ему глазки. Поставим в глазках зрачки. Лямочки. На очках. Миньончик готов. Здесь бы у него был ротик, но медвежонок закрывает. Хорошо раскрашивать детскими фломастерами с кисточкой на конце. Можно раскрашивать и карандашами цветными, и масляной пастелью, и восковыми мелками. Сейчас я нарисую еще веки. Веки тоже желтые. Ручки до перчаток тоже желтые. А штанишки синие. Медвежонок игрушечный коричневый. Сейчас вот я здесь увидела, что я забыла вот это местечко подкрасить. Медвежонок у нас коричневый. А перчаточки и ботиночки черненькие. Ботиночки черненькие. Ботиночки черненькие. И ремешки у очков черненькие. Значит, мы помним, что один глазик зелененький. А другой глазик коричневый. Сами очки серенькие. Сами очки серенькие. Но у меня нет серого фломастера, поэтому я взяла серый карандаш. И сами очки раскрашиваю серым карандашом. Вот такой у нас получился замечательный миньон Малыш Боб. 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 Продолжение следует...